Внутрь засыпают раскаленные угли, ждут, тепло передается, можно гладить. Когда уголь внутри начинает тухнуть, чтобы его опять раздуть, таким утюгом махают и за счет вентиляционных отверстий уголь опять раздувают. Ситуация такая, что всем электрического провода подключается газовый, подача и внутри горелка, как на плите. То есть горит огонь и вы гладите. А вот это уже спиртовой. Сюда заливаем спирт, подача, регулировка и точно так же внутри горелка. После такого утюга стоят очень долго, поэтому он именно к такому мастеру. Есть прокатные, есть станковые. Игральные карты – вещь очень дорогая, они нарисованы все вручную на дорогой бумаге. И после каждой партии колоду никто не менял, а чтобы уголочки никто не кропил, запрессовываются и колоды как новые. Четвертый. И пятый. Внутрь засыпаем дрова, дым выходит, здесь огонь и по мере остывания утюги меняются, чтобы несколько человек постоянно горячими утюгами без отрыва от производства могли работать. Плоскости – это все вот это. Следующий экспонат. Можем купить новый угольный утюг. Если вот такой утюг можно сейчас купить в хорошем состоянии за 3-5 тысяч рублей, то этот будет в 100-150 раз где-то дороже. И то если с учетом его найти. Экскурсовод нас вернул самым первым утюгам, которые холодными вещами гладили. Я вспомнил свою молодость в армии, когда форму, брюки гладили пятаками. То есть брали два пятака и так проводили по шуму и так гладили. То есть это почти первобытным образом. Все очень интересные, какие-то напомнили мне мое детство, как я видела у бабушки. Это всегда связь времен. И то, что видишь, что давно уже утеряно в твоем поколении, восхищает, что люди сохраняют и приумножают, а отсюда начинается колец. Например, меня это все время восхищает в людях, что они находят в себе силы поднять что-то. У них в теле вообще нельзя было доставать, а и так он и валялся, потому что слишком. А для нас вообще-то, да. Сейчас мы уже не совсем представляем даже, а как без музея. Вот у нас была коллекция, но не было музея. Это была одна история, совершенно другая. Такое было собирательство. Это такое, знаете, даже с ноткой присвоения. О, здорово, купили, привезли, мое. А теперь это совершенно другая история. Это мы купили, поставили на полку, нашли информацию, рассказали людям. И вот это такое очень приятное чувство. Когда они делали свою подделку, у них не было? У нас есть мировая ассоциация коллекционеров утюгов, где все друг друга знают. Крупнейшие коллекционеры есть в Америке, в Германии. Целая, можно сказать, банда коллекционеров утюгов. И когда коллекционер решает продать тот или иной экспонат, грубо говоря, мы узнаем об этом первыми. Чем меньше точка, тем легче они, правильно? Правильно. При этом мы попробуем. Посвященный утюгам. У них там основной посыл, конечно. Всем тоже корректно. Нам действительно это доставляет удовольствие. Мы же помимо того, что мы их собираем и коллекционерами, мы же еще и пишем историю этого предмета, казалось бы, такого утилитарного. Мы же ищем информацию в международных источниках, по всему миру ищем информацию. Мы составляем каталоги, мы хотим написать книгу об этом, то есть о таком предмете, который никто не задумывался, а как эволюция сказалась на нем. Этих историй стало так много, что если раньше как-то можно было выяснить о том, что это якобы какие-то морские утюги, что вот на нашем военно-морском...